На площади церемониалов представители Росреестра и Брестского агентства по государственной регистрации по земле Немеркогаспо, Белорусского республиканского союза молодежи и реконструкторы, в руках которых флаги. В центре Знамя Победы представители двух стран объединяют общая история и общее трепетное отношение к подвигу павших и живых героев. Все они участники акции «Марафон Победы». Всероссийская информационная акция стартовала во Владивостоке и проделала путь до Москвы. Знамя Победы побывало во всех уголках Российской Федерации. А сейчас важной знаковой точкой на памятном маршруте стала и Брест. По приглашению наших коллег из Республики Беларусь, это республиканский кадастровый центр, с инициативой приехать сюда и придать этому Всероссийской информационной акции статус международного проекта. И мы, приехав сюда, с молодежным советом, с ребятами, увидели такой колоссальный уровень, погрузились в те самые годы, когда это все происходило у нас. Ребята почувствовали те события, тех лет, что творилось на данной земле. Представители городов-участниц акции поэтапно передают друг другу копию знамени Победы, как символическая карта на полотне значки мест, где побывала акция. Здесь мы хотим зародить такую традицию взаимодействия, дружбы между нашими молодежными организациями, между Молодежным советом Росреестра России и Белорусским Республиканским союзом молодежи в лице нашей первичной организации, ее структурных подразделений, чтобы и в дальнейшем мы это хранили, чили память о тех людях, которые отдали жизнь. Собравшись, я поприветствовал директор мемориального комплекса Григорий Бысюк. Григорий Григорьевич отметил, как важно сохранять память о Великой Победе. Также участники акции возложили цветы к вечному огню и почтили память павших минутой молчания. Можно быть уверенным, что тесное сотрудничество двух ведомств продолжится и далее. Субтитры создавал DimaTorzok